выходим вот она лежит посылочка я целый день дома сегодня выходной даже не звякнул я думала в ящик так что по всей вероятности я заказывала только одно и горки часы все а если гулять посмотрим я такая рассекая жду звонка целый день они обычно все равно звяка тихо было целый день пошли мы выгуливаться заодно с вами поболтать что нибудь интересненько рассказать с утра хочу вам сказать было никакая все равно физически я меньше устаю чем духовно духовно конечно соседи вы тут спрашивали но тут все время меняется здесь тихоньки заехали до этого знаете что один другого застрелил брендом оставится напротив тоже уже нет таких кто хозяева уезжает ну что осень у нас конец сентября конец сентября и сегодня я надеюсь еще во второй половине дня же идем гулять надеюсь еще покупаться бассейне духовно ну вчера со старичком конечно он на скутере на своем 104 года то уехал библиотеку внизу это недалеко для него уже он конечно заблудился я пришла он уже там был пошла за ним уперся как баран нет я еще не выбрал книгу а сам припахивал не очень приятно и сидит уже наверно несколько часов там якобы книжку читает но то над ним всю жизнь занимался и вот он продолжает это делать и не знаю конечно действительно ли он читает или смотрит в одну строчку но тем не менее продолжает выбирать книги листать листочки вот ну короче целый вечер не буду уже вдаваться в детали приходилось его уговаривать дело такое здание же он конечно заблудился но народ то его все равно знает или он сказал где он короче более такие шустрые старички его привезли привели домой у нас круто траву все косит у нас покосили я его душа искупала тоже прежде чем искупать его он лекцию мне читал не только мне медсестре что он может это сам все делать он бы все пилоты ему сто четыре года и что он прекрасно может сам принять душ ну конечно на ногах кое-как стоит уже вот на скутер это еще ездит немножко ходит он ходит не на большие расстояния ой смотрю дом покрасили я сейчас гуляю сочи редко дэниел чаще и уводит в парк но после последнего случая нет это не тогда когда она подглядывала у кабелька за писькой это хороший случай а вот потом когда понедельник что ли утром повел ее она там одна говорит собака а не знаю сучка или кобель на на кубе он ведь прямо говорит в пасть вот лежит где нос вот и я грудь что только одну сочу нет говорит и к другим пристает вот такая собака и надо лизать морду других собак но я не думаю что то многим понравится такое подлизывание и вот сочи терпела терпела потому что даже я ее прошу поцеловать она долго терпит потом начинает ручать хотя посторонних друзей она ближе от ног до головы но домик освежили красотень хороший цвет вроде коричневый а вроде и не коричневый пошли сюда скорее 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 я вам сегодня покажу там за месяц так как дома расстроились вот цвет хороший такой светло-коричневый так сказать ой забыла часы вот хотела сочи блин с тобой шагомер свой одеть расстояние замерить ну как-то я одевала но у у нас было короткое расстояние показала 4 километра с не прогуляла но сегодня я хотела подольше замерить расстояние ну ладно господи шуму то еще рано пять часов не последний раз гуляем еще оденем часы мы с тобой я расстроилась что но тут мужик то у нас любит сочи узнает ли она его не знаю не видел ее очень давно и вот она наверно сейчас его будет лизать скат все время снимают с камерой ходит она заметила нравится это как вы думаете 500 шуму liamo правда какие животные вырубите хорошо там Кат哥 вырубите три Kombat Пум. rider я видите Где работа? Я просто просил. Пресс-ваш. Помылся. Хорошо. Найско видеть. Ты хочешь привезти коги или что? Да, я хочу привезти коги. А, окей. Вот видите, такое заведи нож, что он сейчас собак приведет. Он работает на рабочем траке и ездит. Куда он не играл? В Тампу, по-моему. Вот, говорит, вымыл, видишь, жены. Свой трак, жены. И вот, драйвей, по-моему. Сейчас приведет своих собак. Ну, вот так вот. Любят они. Гостеприимные. Обязательно. Сейчас, говорит, приведу. В случае, ну, сейчас. Ты будешь хорошая собачка? Ну, короче, дралась она с тем псом в парке, который ее лизал. Что Дэниелу пришлось разнимать. Ой, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. О, стеклянную дву... Обстеклянную дву... Вот... Ну, нет. Как ты питаешь? Ух, нет. Ух, нет. Ух, нет. Ух, нет. Сочи, не прыгай. Ух, нет. 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 Она сейчас 5 лет будет выездом Сколько молодые собственные птицы? 5, 7 А, 5, 7? Around the same Мой мужик часто берет ее к парке Атака! Ага, извините Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты даже не можешь делать ничего Где это? Не у тебя это? Раи Давай сюда Аааа Здесь две Ооо, не Бордок Старка Актин не пойму я у него жену ни разу не видела он какой-то парень вышел всегда один выходит 3 жерман чатар это 3 обчарки у него было нет чарка была он после этого сказал еще было в общем большими собаками у него были большие собаки а сейчас вот у него маленькие еще три кошки завел чем хорошо конечно в своем доме ты можешь заводить собак любых хочешь и не хочешь заводишь вот она помнит же видите наверное год мы его не видели удивилась сегодня он думал на этом траке говорит ездить в тампу далеко работу нашел поэтому в сочи не играл уже год наверно собачка еще сказала на дна без передних зубов осталось в стеклянную дверь ударилась налетела переднюю зубы потеряла вот об этом мы говорили о животных так переходим к другим темам потому что не все же любители животных особенно как я поняла вот в россии в квартирах высокоотажных держат животных и конечно создается неудобство для соседей вокруг дома все время какашки здесь конечно с этим проблем нет убирать конечно за ними надо у меня всегда пакетик в сумке но если гавкают вот в квартире и слышно во всем доме боже мой я бы тоже не смогла даже если вот я люблю собак но как эту дочь на эти дома все же слышно через стенку так что на можно сойти какие удобства тут у нас помните вот у меня соседи были собака у них лаяла это раздражало сколько было кстати пять лет будет ноябре моему ютюбу сколько сколько всего было снято соседями встреч да ладно как будто в туалет хочешь нюхает вот привычка раньше никакого с данилкой стала теперь ходить так дело пройти дальше но вот хочу вам показать строительство которое снимала было это начале месяца ураган начинал перед ураганом они только убрали листву и сейчас я еду на работу каждый день там возятся уже много чего понавтыкали если б не ураган они бы уже построили я вам точно говорю не гавкает мне вот это нравится конечно шерсти много не гавкает идем с ней хоть бы что а в парке то вот что произошло это да расскажу вам хозяин то той собаки которая лежит тех телефоне ковырялся говорит мужик и вот сочи терпела терпела как ее лежит и начала эту собаку подкусывать я не думаю что до крови кусала но хватало и потом пожалуйста первый дом уже все тут видите уже и фундамент основу строит и вот и так она сцепилась с той собакой и что даниила удивило там еще одна хаски была в парке но он мужик и это обычно они даже и не играется так не хнут друг дружку и все на этом и как только сочи сцепилась с этой собакой стала кусать ее то хаски прискакала прискакал а так это хаски очень огромные имя ее знают все могут там где две сочи хозяин сидит продолжает в телефоне короче даниил сочи за шкуру за шкирку схватил оттягивал эту собаку ногой говорит от пришлось ему отфнуть ее ногой от сочи что сочи рассердилась не на шутку все там говорят вся такая ласковая добра даже удивились что она может быть собакой короче показала она характер свой что постоять за себя может начала кусать лизуна взялся лизать девочку нашу и вот здесь тоже на равных они строят сейчас тоже конец дня тут вот это надо делать а подбирать конец дня и скоро уже два дома будут красивых уже и номера присвоены пенкала уже фамилии чтоб не путали чтоб строили тем кому надо я рада что вот мы тоже заехали новый дом тоже даниил также вот построил с ним советовались где штока детали вчера что-то рассказывал про потолок предлагали новый стиль высокие потолки нашем доме когда строили а ягод сказал зачем это вейст это пустое место которое надо охлаждать кондиционером красота это знаете красота то красотой а за электричество в два раза больше платить неиспользованное место что потолки у нас как раз нормальной головой мы их не задеваем он даже сейчас еще много места поэтому низкие дома что здесь жара постоянно кондиционеры чем вот именно верху охлаждает если там никто не пользуется этим охлаждением а надо два раза больше кондиционер пошли не знаю сейчас долго нера не поведет ее в парк опозорилась ну с той собакой то конечно он не хочет чтобы они снова встречались короче водонелки то на ноге сарапина кто-то сарапнула лето собака лита он же в шортах ходит длинная такая сарапина ноги разнимал сачулю нашу я вот поэтому сама одна в парк не хожу и не пойду если вот такое случится я не смогу я боюсь а вот он кинулся конечно защищать сачулю свою ну вот ночью прохладно днем все равно жара сейчас от 6 час вечера ой господи ты наступила сама мне все название будет про social security на пенсию сухать от меня отправить что-то я по телевизору гляну что такое вот какие-то дни бывают вот прям возьмутся один за одним звонят по телевизору видела что это все разводят чтобы данную пытать якобы и таким голосом знаете как у нас во время революции было или на противном собраний что типа последний раз звоним по поводу сошел секьюрити что-то там и даже ни разу до конца не дослушивала срочно перезвоните вот хотят данные выпытать social security и махинации какие-нибудь делать достают выманивать будут что-нибудь пугать чем-нибудь во всем мире это во всем вот старикам у нас тоже постоянно звонит слава богу у них уже которые у нас живут они деньгами не распоряжаются поэтому не страшно видал данные ему давай пошли сюда идем на ту улицу подольше погуляем еще до пенсии то пять лет они уже названивают знают что перед пенсией ну нормальные такие знаете все всю жизнь здесь работают американцы они и на одном предприятии откладывают как я сейчас откладываю меня уже большой огромной суммы не будут дополнительно еще деньги вот на пенсию и предприятие добавляют не вот у нас 50 процентов на некоторых даже сто как говорится если от доллар откладывают не 50 центов добавляют тут делают не знаю строятся ремонтируют вот вот они звонят в деньги выманить 60 лет уже можно пенсионными этими пользоваться если они вложены куда-то проценты снимать у меня они никуда не вложены но все равно ими пользуются моя работа вкладывают куда-то у меня только вот сэвинг то что вот я плачу и не работа платит они под проценты под какие-то всякие инвестиции не делаю работа моя все равно эти деньги крутит у нас конечно мне гарантируют эти деньги вернуть очень дело если я вот на сэвинг они все равно мне эти деньги вернут ну что у меня фикс как сказать контролируемая без риска никуда я не вкладываю не дала согласия по крайней мере и вот я думаю что сейчас название вот мне что знает что уже такой возраст что хоть и не на пенсии но уже деньги можно снимать вот они пытаются кто ведь чем этой жизни промышляет что город сегодня прямой афир посмотрела как из-за богатства сына потеряли разбился на мотоцикле но и богатство и деньги есть все мы смертны счастье деньги не дают начинается какая-то злоба какое-то превосходство над другими людьми вот чем дело-то и радость теряться наверное так я не знаю я богата не было ну да просто говорю со слов с опыта других когда смотришь по тому же телевизор сачуля все время с данилкой сегодня она когда увидела что я на работу не иду вот она значит под мою дверь пришла выжидала меня я даже пораньше пошла гулять еще жарко не пошла и чуть тут нюхаешь вот тоже дом продается ну видимо я не знаю сейчас или хорошая уже говорила проценты дают банках что начали строить расчищает участки очень много здесь людей живет очень хороший заборчик я помню дэнил хотел но вот перед домом я что-то говорю не надо перед домом вот эта территория вот от забора до дороги она считается что относится ну как сказать государство ее нельзя занимать забором потому что здесь могут эти ящики стоят могут что-то копать могут дорогу расширить чтобы место это было вот от тропинки и до дороги это не считается собственностью вот умница же видите никто к ней не пристает так она идет себе идет гуливает маму и себя он тоже дом строит ты посмотри сучь странно прямо как это самое грибы растут дома то у нас хорошее место заехали мы ой помню когда я с орландо за данилку замуж то вышла боже мой думаю какой глушь я попала кто-то думает что раз я с урала с деревни значит я жила в деревне деревне я жила до 16 лет потом я жила в Свердловске пару лет потом в Каменск-Уральском 10 лет после Каменск-Уральского я поменяла квартиру на Волгодонск и Волгодонске тоже десять лет прожила пошли стройку смотреть и вот уже в Америке 20 лет время пролетело вообще двадцать лет помню первые годы казалось это вообще невозможность только ну конечно работа 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 ну и много что себе позволяю то что вот не путешествую даже знаете как вам сказать не хочется мне вот это все перелеты гостиницы смена еды честно я не знаю как то вот такой вот азарт к этому нет так вроде принято чтобы чувствовать себя достойным жителям планеты путешествовать надо если вот действительно с кем-то чтоб ответственность на себя не брать за кем-то бежать с Данилкой ну вот видите тоже участок так что Трамп дает простому народу возможность иметь свои собственные дома и промышленных много строится ну каких-то я не знаю даже всякие вот не было у нас что построили ремонт машин заправку две заправки госпиталь вот строят прям недалеко от нас так что это главный показатель президента что экономика идет в гору я не удивлюсь если его снова выберут потому что работа есть жилье народ не теряет как было в 2008 году ужас страх все дома теряли платить нечем работы не было начались сокращения ужас слава богу у меня такая работа да старички всегда будут в других штатов съезжаться во Флориду здесь их много этих домов для пожилых людей и их продолжают строить разных категорий и дорогие и подешевле жить здесь подешевле и климат же теплый пожилые люди не любят холодно хотя вы понимаете в чем дело здесь приходится кондиционерами пользоваться конечно ну вот хочу вам сказать старички в комнатах конечно температуру придерживают теплую а потом когда они выходят из комнаты естественно они им холодно где столура где они кушают там холодно им всегда потому что в комнатах чаще всего кондиционеры ну не отключены но мы следим чтоб знаете они же могут от жары тоже задохнуться когда в прошлом году что ли был ураган и старички там я не знаю в прошлом это было в году время так летит несколько старичков умерло от жары дехадрэйшн это организм обезвоженный не не проследили за ними ну что у них же организм слабее обязательно надо чтоб пили воду жиру летом особенно как можно больше воды чтоб обезвоживания не было ну у самой вот уже у меня рот пересох сычуля не знаю мне нравится гулять сычулей ну вот так сегодня был один выходной практически ничего не делала постирала белье на кухне немножко что-то там повозилась и вот так иногда нужно отдохнуть посылка все уже покупать ничего больше не буду вот вот как будет выходной Танюша вызвалась у которой день рождения мы отмечали кстати она мне поправила ведь не 62 года а 63 исполнилось а Танюша вызвалась мне помочь с посылкой собрать ее и отправить другим видом пароходом морем вот подешевле наполовину посылка будет большая она отправляет своим внукам детям каждый год месяц вот знаю что дочь у нее и в Санкт-Петербурге живет вот вы говорите в России все есть но видимо с удовольствием принимает посылки вот когда она ко мне придет мы у нее все расспросим почему она не деньги высылает ну денег у ней прям своих то денег нет она же не работает обычно мужья такие состоятельные которые женятся и не хотят чтобы жены работали они им просто отдельно на карточку ну у всех по-разному какую-то сумму скидывает на месяц и вот уже или вообще просто дают кредитную карточку там конечно жена может сколько хочется столько пользовать но они всегда могут посмотреть и пальчиком погрозить очень много потратила сказать мы даже учет с Данилом мы оба работаем постоянно друг дружке даем замечания я ему говорю Данил притормози 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 он ты тоже тормози вот так вот это я вам в переводе на русский говорю по-английски я говорю стаб 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 спент мани ту мач много да сычулик купаться будешь купаться в бассейне посмотрим получится у нее с купанием или нет тут одни сухие другие цветут с сычули мы обычно гуляем 40 минут вот когда я не записываю видео мы идем быстрым шагом быстро так идем но когда я записываю то прогулочным шагом ей и так и так нравится выключаю камеру не то что там всю всю дорогу записываю уточки вам видите у гаража стоят корм ждут здесь утки живут на этой улице болото рядом они такие дрысливые так все время убирать надо конечно от медленной ходьбы толку особо нет если для физической нагрузки то надо чтобы сердце билось учащенно быстро ходить но сегодня у нас медленная прогулка хочу вам сказать что в связи с тем что здесь заселение увеличивается то машин тоже становится много на проезжей дороге хорошо что мы не у центральной дороги отлично даже вы знаете вот центральной дороге это прям бжик-бжик-бжик машины туда-сюда туда-сюда вот что ты хочешь ну давай нюхай вот под деревом хорошо не жарко торопиться нам некуда да купальный сезон заканчивается но мы сегодня у меня по плану искупаться я обязательно искупаюсь не знаю как сачуля я думаю она тоже прыгнет кто-то разделся что ли ой господи одежда чья-то очень не надо тебя-то нюхать нет или бумага какая-то вот так вот живем вроде и деревня вроде и город не заведено здесь на улице стоять и с соседями перекликаться ну вот когда крисмас будет можно больше прохладно на улице больше как-то народ и прогулочных больше встречаться людей подставки так здесь не принято народ деловой работает после работы хотят отдыхать не хотят хорошо вот сейчас прямо просто хорошо что можно разговаривать вот через соцсети да не надо отвечать на звонки или звонить я вот сегодня сестре звонила я говорю слушай стала забывать тебе звонить потому что настолько уже привыкла со всеми через соцсети думаю господи аж сестре тоже не звонила перед днем рождения своим больше месяца ну поболтали все рассказала она мне о себе и о детях потом говорит в Сочи-то снег выпал я тут же пока с ней разговаривала я написала Аньке письмо хе-хе-хе через вайбер она мне тут же отвечает какой снег никакого снега нет видите как сейчас соцсети так классно я говорю я включила она звуковое мне отправила и они это она сестра слышала вот а там у них в деревне на Урале говорят снег или только приехали или уезжают ну похоже распакованные коробки утки видите тут трава не кошенная видимо много всяких удобрений а ты что тут унюхала вот 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 так хотим сказать еще что вот видела я какую-то передачу по телевидению что пришли домой кто-то ворвался и хозяин дома начал защищать закрыл дверь дома и на площадке ударил так что этот ворта умер и поэтому его все равно там что-то приговорили к большому сроку так вот здесь закон такой есть что Дэниел вот имеет право стрелять если даже на улице вот на территории которая принадлежит дому он уже может выстрелить нежелаемого нежелаемого посетителя ну конечно никто же не будет сразу стрелять вот кто-то ходит по нашей территории я вот видите хожу мне охота было уточек снять но я осторожно не захожу потому что хозяевам это не понравится если увидят и вот имеет право предупредить конечно надо сначала а если опасный кто-то то имеет право и стрелять есть такой закон вот я помню тоже там рассуждали что лестничная площадка это что же а если на улице защищает друг друга трудно доказать конечно защиту или нападение если человек уже будет на территории собственника то это не будет трудно доказать и проверят же еще нормальнейший человек не будет лезть к другому человеку сразу тут же на компьютерах сейчас все проверяет кто и что и как зовут чем занимается красота сочуля как мы с тобой классно нагуляемся сегодня свежим воздухом подышим то мама со своей нацепыркой вы знаете вот этот насморк я не знаю хронически или аллергия но он выматывает неделя целая была усталость вчера на зумбы ездила конечно с удовольствием а сегодня вот видите только прогулка ограничилась все таки постараюсь завтра утром поехать все равно в фитнес но завтра будет степ класс почему как то я стала его пропускать потому что там очень много в зале людей и они приезжают раньше и вот эти на которых мы прыгаем ящички-то и занимают всю площадь и я уже где-то там пристраиваюсь в конце они даже занимают уже кто постоянно ходит друг на дружку мне это напоминает когда мы 90-е торговали занимали место друг для друга ой так и тут уже в спортзале и вот именно на этот класс вот в среду утром 8.30 очень много людей потому что тренер очень хорошее она так заставляет прыгать и гантелями заниматься и пресс покачать но очень плотно плотно все и надо заранее один раз я пришла уже этих ящички-то были крышки-то вернее были ой, Сочи, наша улица пошли крышки-то были а этих матов еще на матах же мы лежим потом в конце их не было что-то мне когда-то обидно стало что я ущемленная оказалась без подстилочки что ли солнце да батарейки вот у меня уже старые становятся тоже пока с вас записывала уже почти пустая батарейка была полная покупать новые нет смысла потому что уже ну настолько сейчас быстро обновления происходят лучше уже покупать новую камеру а у них уже и размер батареек другой и рамки другие поэтому у меня и рамка сломана и батареи уже не заряжается три у меня их пока не могу позволить пока у нас видите тут именины тут мне 60 тут Данилке 55 не окей стоп 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 и варкин варкин а а на стимите я инглиш инглиш класс я узнал мне я на английский когда ходила один раз его подвозила ну что видите он живет недалеко это было всего один раз вот прошло уже 10 лет я даже его не узнала пока не спросил хао и дуэн жену свою показал и все на камеру сачули у нас все под запись я не знаю он испугался что наша сочи укусит ихнюю собачку наверное правильно сочи наша тоже теперь уже отличилась в парке поэтому кто знает что у них на уме хотя вроде первая не нападает ни на кого испугались как они собачку маленькую скорее закричал истерика у него а чаще ходить нам уже стали нас забывать с тобой так уже в основном то все знают что ты лизунья добрая потом уже видите меня узнал так успокоился все нормально все нормально так что не то что видите народ то что не знаю никого пожалуйста узнает меня 10 лет пришло а Данилка увидел что я сегодня в лосинах пошла гулять ты что в них пойдешь я все как бабка ходила в этих бриджах а теперь у меня после много лосин стало я стала лосин надевать и вот он соревновал меня что это ты в лосинах я думаю что удобно них вот прям на солнце идем жара такая ну пожалуйста на улице галдят кто хочет вот ну что их туша все тебя до тебя а мамуля тут тоже причастна к интервью ого посмотри-ка тут цвечуль это стоит вот вам пожалуйста как грибы все деревья тут все кусты все деревья тут все кусты как хорошо знаете жить рядом с это с рассадником то дом то дом будет так что трамп молодец молодец расстроят здесь то значит это простые работяги значит процентов банки хорошие дают 3 процента наверное у нас 4 с чем-то процента годовых может 3 дают даже если 4 да хорошо для большой это сумма вот так на солнце пожарится немножко иногда надо загорать уже не люблю но витамин d получать надо он очень полезен это все знают что я уже так это уже не нюхает ничего я тоже все мокрая повязку не одела на лоб спасибо вам за просмотры за комментарии хорошие комментарии начали писать все равно приятно вот значит вам интересно все равно смотреть нас девчулек спасибо за лайки сейчас мы еще почту возьмем и на этом все еще если ну мы пойдем купаться но я снимать уже себя не буду наверное купаться то а кто его знает может и снимать последняя купальня это надо снять сачуля ломится уже пришли же будешь купаться ну давай ну давай сезон уже к концу подходит меня не ждет давай 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 ну так закрытие сезона сейчас и я пойду она соскучит так а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну всё, пусть настраивает Я свою работу выполнила Вот, 40 долларов Часы Как уж будут они работать, не знаю Интересно Какой бумажки там Ни про цену, ни про что Эрплаз Эрплаз Пакеты Да, вижу там зарядка Всё, это уже И ничего не буду делать Ну вот так Ещё раз с вами прощаюсь Последняя вещь, которую я ждала в посылку В следующий раз уже буду собирать посылку Ну, кран не маленький такой, нормальный КОНЕЦ